МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она нужна нам каждый день. Без неё мы можем прожить всего лишь 40 дней. Всё о еде. Сегодня в нашей программе. Саша, я знаю, как ты любишь мясо, поэтому у меня для тебя сегодня сюрприз. Ты приготовила вкусные котлетки или стейк? Лучше! Я пригласила на съёмки нашей программы Элину Рубан, основательницу Кулинарной Академии. Привет, Элина. Привет. Наконец-то нас научат вкусно и правильно готовить. Конечно, научу. Для этого нам нужно выбрать хорошее мясо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Сегодня у нас замечательная грудинка говяжья, из которой тоже можно приготовить очень вкусно. А гуза говяжья, ковалок, это, кстати, можно приготовить в стейке, точнее, это не стейк больше, а розбив в духовке, который долго запекается. А мы, я готовлю быстрый розбив, на сковородочке обжариваемся, специями, а потом в духовочку ставлю, где-то минут 15 и готово. То никто не кусается, режем. Можно на бутеброд, можно просто с горчичкой или с хреном, кто как любит. А вот это вот знаменитый стейк Асабука. Итальянцы его очень любят и готовят очень долго для того, чтобы мясо было волокнистым, таким мягким, и очень сочным, и ароматным. А вот эта косточка, которая находится в серединке, она отдает мясу все питательные элементы, которые необходимы для наших суставчиков. Смазывает таким образом суставчики, и это очень полезно, кстати. Вы можете кушать прям хоть каждый день, но два часа готовить. Это единственный момент в большом количестве овощей. Флан стейк. Самый дешевый вид стейка. И стейк мясникает. Практически идентичная часть – это пашина. Это брюшко коровы. Оно, конечно, считается менее ароматным и менее мягким, но, грубо говоря, для бюджетного стейка очень даже подойдет. Дальше у нас идет рибай. Это любимый вообще всеми, наверное, самый популярный стейк рибай. Почему называется рибаем? Потому что он имеет форму глаза, поэтому рибай, собственно... У него большая мраморность, он такой сочный, и его нельзя испортить. То есть если вот научиться готовить стейки, то нужно начинать с него. И самый-самый вообще вкусный и ароматный, и тоже он желанный на нашем столе – это стейк из говяжьей вырезки «Тендерлоен», он по-другому называется, и красивое название «Филе миньон». Это часть коровы, которая никогда не работает вообще. То есть ни при каких обстоятельствах, ни при ходьбе, ни при жевании. Всего идет две вырезки, поэтому она считается самой дорогой, самой качественной. Готовит два вида стейка, даже три вида стейка. Готовит филе миньон, 4 сантиметра отрезают от отруба, и готовит шато-бриан. Мы сегодня будем готовить самый вкусный стейк в мире – это филе миньон. Поэтому мы берем, наверное, его, Оль. Нам бы очень его хотелось сейчас потрогать, посмотреть. У этого отруба есть голова и есть хвостик. Естественно, головой он крепится к верхней части коровы, хвостиком крепится к нижней части коровы. Вот, собственно, серединку мы будем готовить. Ну что, мы приехали в магазин, купили хорошее мясо, выбрали его. И нам нужно с ним сделать некоторую манипуляцию. Нужно его зачистить, привести его в красивый вид, для того, чтобы было красиво на тарелке подано. Мы голову у стейка, у самой вырезки, у тендерлойна, отрезаем и убираем ее. Защищаем все пленочки, убираем с нашего стейка. И отрезаем хвост. То есть для хвоста нужно отрезать вот так вот, чуть-чуть. Готовим будем только среднюю часть? Готовим только среднюю часть. Самая вкусная часть, о чем я говорила еще в магазине, это шатабриан. Он режется в самой-самой середине. Он имеет толщину 10 сантиметров. Сами стейки, филе миньоны, готовятся по 4 сантиметра. То есть мы сейчас должны резать их таким образом, чтобы у нас, во-первых, нож не дрогнул. Более красивые вот такие вот весистые миньончики. Это мой ноу-хау, мой рецепт личный. Мы сейчас делаем дорожку. Все всегда так смеются, когда я так говорю. Мы делаем дорожку из эспрессо. Затем нужно будет сейчас нам подавить черный молотый перчик. Затем у нас Катя должна отделить листочки, верчик тимьяна и сюда же перемешать. Вот эти маленькие? Маленькие, маленькие, маленькие. Затем мы берем соль, крупную, морскую. Не очень много. Стейк солить в самом начале нельзя, потому что соль вытягивает влагу из стейка, и стейк получится менее сочным. Что мы сейчас делаем? Мы берем оливковое масло, наливаем на ручку и массируем стейк. Делаем массаж мясу. Достаточно обильно нужно сделать. И берем, запечатываем наши бачка, наши смеси. Готовый стейк кладем на несколько минут отдохнуть. Делаем массаж. Интенсивненько. Есть много способов приготовления мяса. Можно натереть оливковым маслом, а можно на сковородочке приготовить при помощи сливочного масла. Интернет-магазин «Мясная жизнь». Качественное мясо от лучших отечественных производителей. Охлажденная свинина, говядина, мраморное мясо, стейки. Бесплатная доставка в любой район города. Новосадовая, 25. Эль, какая ты все-таки молодец. А почему? Ну, целый день на кухне, готовишь вкусную еду и при этом обалденно выглядишь. Спасибо. Женщина – весьма хрупкое существо. Она устает от работы, домашних проблем, поэтому поход в салон красоты для нее особый ритуал. Каждый поход в салон к мастеру для меня – это праздник. Я неизменно выхожу с прекрасным настроением, и это делает мой день даже не один. Иван Артемьев – мастер международного класса, и он знает толк не только в модных тенденциях, но и в общении с клиентами. Поэтому к нему с радостью приходят и мужчины, и женщины. Я пришел, высказал свое пожелание, и мастер реализовал то, что я хотел. Даже превзошел мои ожидания. Любой из нас может не разбираться в вопросах моды, отставать от современного дня. А вот как раз Иван – человек, который идет в ногу со временем. У мужчин модный, естественный стиль, сочетание длинной, короткой и очень длинной, например. А также возвращаются в моду и короткие стрижки по типу спортивные. У женщин это естественные образы, более натуральные оттенки, сочетание оттенков кофейных, кофе с молоком, светлых оттенков в теплом направлении. Либо рыжие направления, такие в сочетании с коричневым, тоже очень модно. Ну а поскольку поход в салоны красоты, к сожалению, нечастое явление в жизни особенно занятых людей, мастер решил собрать своих друзей и клиентов, чтобы рассказать о том, как сейчас можно экспериментировать с образами, и, конечно же, устроил настоящий праздник с угощениями и выступлением артистов. Изюминкой праздника стал мастер-класс от маэстро парикмахерской моды. Он рассказал о простых приемах, как в домашних условиях можно сделать модную укладку или прическу. Берем прядь, накручиваем ее на пальчики, берем нагретый утюг и просто держим на этом колечке. Мне больше всего нравится техника Ивана, четкость и то, что можно за прическу свою самостоятельно после его стрижки, даже в случае необходимости, сделать как-то самой. Больше я ни у кого такого не наблюдала. Студия красоты артиста. Создадим гармоничный образ, подчеркнув вашу природную красоту. Артиста. Галерея Ладья, улица Лесная, 33. Мы сейчас наше мясо напитали специями. Сделали массаж оливковым маслом. Немножко оно у нас отдохнуло, оно напиталось. И мы берем наши дощечки и идем к грилю. Гриль нужно предварительно нагреться до температуры 200 градусов. Правильно нагретая сковородка. У вас должен быть такой, издаться звук. Пшшк. Вот как сейчас. И немножечко помассировать мясо нужно по сковородочке или по грилю, для того, чтобы потом его не отзирать вместе с мясом. Укладываем только в территорию прямого жара. Немножечко помассировали. Мы сейчас полторы минуты с одной стороны обжариваем мясо, если на сковородке, и полторы минуты с другой стороны. Если мы готовим на гриле, мы готовим 4 минуты. С одной стороны, потом переворачиваем 4 минуты с другой стороны. А здесь мы закрываем. Гриль у нас работает в режиме рециркуляции, как духовка. И у нас закупориваются поры автоматически со всех сторон. То есть они не требуют дополнительных каких-то движений. Спонсор программы – школа-альтернатива Аллы Александровны и Офи. Саша, ты знаешь, о чем мечтают женщины? О чем? О том, чтобы было больше времени, чтобы мы могли готовить изысканные завтраки, обеды и ужины. Но у нас этого времени нет, потому что мы занимаемся детьми. Мы готовим с ними уроки, готовим их к школе. Кать, ну, ты знаешь, в Самаре существуют школы, в которых дети, во-первых, накормлены на трехразовое питание, а во-вторых, они уже приходят домой со сделанными уроками. Неужели такое есть? Господа родители, как часто вы разговариваете со своими детьми о том, как у них дела в школе, в коллективе, что нового они узнали из образовательного процесса, интересно ли им посещать уроки и какие отметки стоят в их дневниках? Конечно, можно ссылаться на вечную занятость и говорить фразу, которую мы, увы, так часто слышим от взрослых. Школа – это школа. Все самое важное начинается в УЗИ. Но поверьте, именно школа – первая и самая важная ступень в будущее ваших детей. И именно школа должна стать отправной точкой в грамотном воспитании, правильном образовании и, безусловной, коммуникативности маленьких граждан нашего общества. Как же школа может помочь в формировании всесторонней развитой личности, достойной самого лучшего будущего? Одна из школ нашей губернии на протяжении уже 25 лет живет и работает, внедряя новейшие авторские методики преподавания и воспитания. Показывает блестящие результаты по сдаче ГИА и ЕГЭ и вправе гордиться своими выпускниками. На днях наша съемочная группа отправилась на замечательный урок географии, построенный на основе новой авторской методики групповой работы. Целью таких уроков является повышение мотивации изучения географии путем осуществления системно-деятельностного подхода методом групповой работы. Задача – способствовать приобретению новых знаний на базе синтеза и обобщения. Это уроки сотрудничества. Они учат приобретение новых знаний, взаимопониманию, умению работать в команде. А это наиболее значимо в условиях современного общества. Согласитесь, нечасто увидишь такую заинтересованность учеников на уроках. Дети с уважением и глубоким пониманием материала участвуют в диалоге, со стопроцентной отдачей выполняют задания учителя, тем самым пополняя багаж своих знаний и повышая уровень интеллектуальности. Бессменный директор школы и идейный вдохновитель коллектива ИОФИ Алла Александровна каждую минуту держит руку на пульсе учебно-воспитательного процесса и проявляет личное участие в его внедрении и успешном освоении. Так как на первом уроке всегда бывают какие-то шероховатости, то здесь я их мало заметила. Но самое главное, я увидела мотивацию. Я видела, что неугомонные ребята объединились и стали хорошо работать. И потом даже побежали к девочкам узнать, так ли у них или нет. То есть мотивация по устным предметам групповая лучше. И дети сами об этом сказали. Я благодарю Елене Саламовну. Большое спасибо. Она тоже пионер по устным предметам. Господа родители, обращайте внимание на моральные ценности ваших детей, на выбор окружения, в котором они растут и обучаются. Ведь школа – это не просто факт в жизни каждого из нас. Школа – это фундамент личности и характера ваших детей. И каким он будет выбирать вам. Школа-альтернатива Аллы Александровны Иофи объявляет набор детей с нулевого по одиннадцатой классы. Справки по телефону 334-4381. Наверное, у всех сейчас перед зрителей возник вопрос по поводу степени прожарки мяса. То есть мы его приготовили, степень прожарки медиум ре. То есть оно условно с кровью. Кровь, она при температуре 400 градусов, когда вы обжариваете на газу, он просто-напросто коагулируется, превращается в сукавицу. То есть это сок. То есть никакой крови здесь нет. То есть кровью мясо не стоит бояться и можно смело ездить. Не стоит бояться. Вообще самое главное, я думаю, это правильные ингредиенты и продукты, и тогда можно безопасно есть любую еду. Главное – купить правильно мясо. Слово «дефицит» давно устарело. И сейчас можно в любое время года купить разнообразные фрукты, овощи, рыбу и мясо. Но как определить, что продукты не вредны для здоровья? А в этом нам сегодня поможет победительница кулинарного поединка в рамках «Миссис Самара-2016» – Регина Сатарова. Привет! Здравствуйте! А сейчас, я думаю, хозяйка. Наша семья – это муж, двое деток, и мы очень любим готовить вместе. Детки это особенно обожают. Так готовит вкусно мама и полезно для детей. Террирует стол красиво, радует всегда гостей. Регина, а как ты покупаешь продукты для своей семьи? Поход на рынок требует особой подготовки. Ведь помимо преимуществ, таких как свежие незамороженные продукты, настоящие фермерские, нас могут ожидать и неприятные сюрпризы. Поэтому сейчас я могу рассказать, как быть во всеоружии. Мясо, конечно же, должно приятно пахнуть. Оно не должно вызывать каких-то неприятных ощущений. Поэтому в первую очередь нужно, конечно, осмотреть, чтобы не было поломанных костей, никаких повреждений на коже. Если она влажна или, не дай бог, присутствует какая-нибудь слизь, это означает, что курица больная, и ее лечили антибиотиками. Многие считают, что выбрать рыбу – это очень сложно. На самом деле это не так, зная несколько простых правил. Первое – конечно, нужно посмотреть на глаза. Если глаза рыбы не мотные, они не сильно впалые, значит, рыба свежая. Профессиональные повара знают еще один маленький секрет. Если проколоть рыбку нагретым ножом, то можно почувствовать неприятный запах. Это означает, что рыбка была не свежая. И этот способ применим как к свежей рыбе, так и к соленой. Парное мясо я не советую покупать, потому что в нем очень большое содержание адреналина, которое попадает в тело животного во время забоя. Поэтому в идеале мясо должно полежать около 14 дней при температуре от нуля до минус 2 градусов. Что касается цвета, то, конечно, это первый признак свежести. У свинины это розовый цвет, у телятины чуть розовее, насыщеннее. У говядины должна быть красного цвета, у баранины более красный, тоже насыщенно вкусный цвет. То есть, когда вы видите это мясо, вам хочется скорее приготовить из него какое-то замечательное блюдо. Фермерские овощи и фрукты должны быть разной формы. Возможно, даже на них будут вмятины от падения. Это означает, что это не продукт генной инженерии, и они выросли даже и без земли. Поэтому на это обращайте особое внимание. Подойдя к прилавку, понюхайте хронеплоды. Помимо своего запаха, они имеют еще запах земли. Спасибо. Маш, мам, что мы сегодня будем готовить? Французский антрикот с луком пашот. Что, что? Не важно, это будет очень вкусно. Два этажа торгового центра «Поток» – образец замечательного современного рынка. Светло, просторно, чисто и уютно. Ежедневный ветеринарный контроль. Здесь вы найдете необходимые качественные продукты для здоровой еды. Торговый центр «Поток» – остановка постников «Овраг». Когда мясо вскрывается, вы ни в коем случае не протыкаете вилочкой, потому что висок вытечет. Поэтому вилочку мы переворачиваем или вообще убираем вилку, а используем только наши ручки. И его отрезаем, нарезаем кусочками. И кушаем. Кому сейчас накормить? Любители мяса. Мужчину. Он помогал. Да, я, наверное, вот так вот, да, чтобы его грибой. Кусочек не очень большой. Наш грибной соус с белым грибом. Открываем. Давай, я тебя кормлю. Опа, отлично. И спаржу, которую мы тоже приготовили в белом дне сейчас. Тоже ее пробуем. Можно, да, прям так. Что скажете? Это лучшая похвала, когда не могут говорить. Это да. Это говорит о том, чтобы было вкусно. Что мы сейчас сделали? Давайте подытожим. Мы приготовили стейк филе миньон. Мы приготовили грибной соус из белых грибов, свеженький, который у нас привезли из леса. И приготовили молодую в белом дне с фаржу. Украсили розмарином и съели. Мне кажется, на соль очень вкусно получилось. То есть не нужно даже больше. Если хочешь, ты просто можешь... Да, я, наверное, это... Саша! Саша, мы соль просто... И через правое еще. Я отойду. Катя, ты такая своеверная. Ты вообще знаешь, откуда взялась эта примета? Всем известна примета, что если рассыпать соль, это к соре. Но не все знают, откуда она взялась. Раньше, в древние времена, соль была очень дорогой специей. И рассыпав ее, естественно, за это можно было и получить. Отсюда и эта примета идет. Но и по сей день соль, она обладает магическими свойствами. Она очень хорошо съедает негатив. Поэтому, когда накрываете на стол, ставите первой солонку с солью. Ее же и убираете последней, потому что соль собирает весь негатив. И, в принципе, и на кухне не должно быть треснутой посуды. Это все нужно выкидывать. Ни в коем случае не везти там на дачу, или еще как-то хранить, или все, как бы вам недорога была эта кружка, и тем более уж склеенная. Потому что все эти трещины выщерблены, они нарушают энергетическую целостность посуды и, естественно, еды. Поэтому еда в такой посуде уже не обладает теми свойствами, которые должны быть. Когда идет застолье, смотрите, в чьих руках треснула или разбилась посуда. Значит, это человек с негативными мыслями к вам. После застолий, когда все убрали, все, скатерть нужно вытряхнуть на улицу. И тем самым вы вытряхаете все негативные остаточки, которые были там за столом. Также очень хорошо почистить время от времени и кухонный стол, тем более, за которым собираются гости, энергетическую чистку стола. Либо, опять же, наша помощница соль. В соленом растворе тряпочку помочили, протерли стол. Либо около стола зажгли лавровый лист сухой. Он очень хорошо убирает негатив. Также он освежает воздух в доме. В доме будет такое ощущение, как будто прошел дождик. Будет пахнуть свежестью и чистотой. Плиту нужно держать все время чистой. Над плитой нельзя ругаться, плакать. И какие-то отрицательные воздействия. Готовить нужно в хорошем настроении. Почему? Потому что если вы готовите в плохом настроении, ваши плохие мысли, они переходят в еду. Еда имеет такое свойство все в себя впитывать. Потом не удивляйтесь, что ваши домочадцы либо грустят, либо происходят ссоры. Поэтому нет у вас настроения. Не подходите лучше к плите. Опять еще, когда мы готовим, солить нужно по кругу, по часовой стрелке. Не важно, щепоткой вы это делаете, хотя желательно делать так, салоночкой, но по кругу, по часовой стрелке. Так мы замыкаем счастье и лад в доме, чтобы у вас все в доме это было. Ни в коем случае на ночь не оставляем на столе ножи и ложки, вилки, потому что на острие, на концах ножей, особенно вилок, собирается негатив. Чтобы не было утечки лада дома, лучше это все убирать на свои места. Татьяна Жмакина, специалист по эзотерике. Телефон 922-5383. Красивое и вкусное блюдо – это визитная карточка любой хозяйки. Поэтому самовыражайтесь. Но самовыражаясь, выбирайте выражение. Кулинарная академия «Элина Рубан» приглашает на уникальные мастер-классы приготовления блюд по рецептам, собранным со всего мира. Телефон 8-917-116-44-40. Ну а сейчас, как всегда, рубрика «Заветный конверт», в которой наши телезрители получают призы и подарки. Победителем прошлой программы стала Светлана Москалева. К сожалению, ее нет на съемках программы. Нам очень жаль. Светлана, вы не отчаивайтесь, призы вас будут ждать в стенах телерадиокомпании «СКАД». А именно, вот такие замечательные носочки, эластичные, компрессионные, согревающие. Производство компании «Холти» от нашего партнера «Славянский базар», который находится на улице Минской, 25, и Свободы, 77. Мы вас поздравляем. И еще один приз от нашего партнера «Центр реставрации и восстановления убави и сумок «Левша Мастер». Сертификат на 2000 рублей, которым вы можете воспользоваться по улице Красноармейская, 74. Ну а сейчас, внимание, смотрим, где Катя прячет очередной конверт. Дорогие друзья, мы находимся возле входа в музей Алабина. Слева есть такая труба, и именно там мы спрячем наш заветный конверт. Первый, кто сейчас посмотрит нашу программу и придет за ним, тот окажется на съемках нашей программы и получит ценный подарок. Удачи всем! Бегите прямо сейчас! Школа «Альтернатива Аллы Александровны Иофи». Господа родители, выбирайте достойное будущее для своих детей уже сегодня. Улица Лукачева, 42А, телефон 334-4381. Одежда ведущей от магазина «Еврофэшн». Новая империя, третий этаж. Здесь могла быть ваша реклама. Новая империя, третий этаж.